Силы коалиции продвигаются вперед. На некоторых участках войска иракской армии курдского ополчения Пешмерга подошли почти вплотную к Масулу. Новости из зоны боевого соприкосновения с террористами исламского государства приходят противоречивые. В ближайшие дни информацию можно будет почерпнуть только из военных источников. Журналистам запрещен въезд в зону военных действий. Очень и очень опасно. Операция по освобождению города проходит тяжело. Минувшие выходные боевики ИГИЛ перешли в контрнаступление, что заставило силы коалиции сбавить темп атаки, а кое-где даже занять оборонительные позиции. Впрочем, даже окопы могут иметь наступательное значение. Перед нами поставлено три задачи. Первая задача состоит в том, чтобы открыть пудель наступающих войск и предотвратить любое нападение заминированных автомобилей противника на расположение наших частей. Вторая задача — обеспечить пути снабжения наших дивизий. Третья и основная задача состоит в том, чтобы предотвратить попадание заминированных автомобилей на главные магистрали. Иракские войска и пешмерга практически вышли на северные окраины Масула. Тель-Каев, небольшой городок всего в пяти километрах от города, полностью освобожден от боевиков ИГИЛа. На сегодняшний день авангард коалиционных частей остановился всего в двух километрах от самого города. Слава богу, мы в отличной форме. У нас есть долг, и мы его хорошо выполняем. Каждый день. С утра подготовили грузовики. Бойцы все готовы, и мы надеемся, что сможем освободить большие пространства. Мы будем продвигаться вперед, пока не освободим весь Ирак. К сожалению, даже в рамках общей операции против ИГИЛ не обходится без застарелой вражды. Премьер-министр Турции Бен-Али Елдырым сообщил, что турецкая армия участвует в освобождении Масула. Курдское ополчение пешмерга мобилизовало силы и зачистило от боевиков регион вокруг города Башика. Они попросили у нас помощи. И наши танки, артиллерия и гаубицы помогли им. Однако ни иракцы, ни курды не желают участия Турции в этой операции и всячески опровергают сказанное в Анкаре. Еще несколько дней назад в Багдаде заявили, что освобождение стороны от исламского государства – не турецкое дело. Мы очень заинтересованы в хороших добрососедских отношениях с Турцией. Мы также заинтересованы в отсутствии конфронтации с Турцией, так как это соседняя страна. Битва за Масул – это иракская битва. Ее запланировали и ведут сами иракцы. Я знаю, что турки хотят участвовать в этой войне. Мы говорим им спасибо, но вести этот бой иракцы будут сами. Тем временем американское военное командование озвучило свои ближайшие планы. По словам главы Пентагона Эштона Картера, уже в ближайшее время начнется наступление на самопровозглашенную столицу исламского государства – город Ракку. По замыслу американцев мышеловка захлопнется, и отступать главарям ИГИЛ будет некуда. Сергей Хиршвельд. Настоящее время.